Что делать, если хрустят суставы? Что делать, если хрустит шея? Здравствуйте! Приветствую вас на видеоканале Доктор Скачко. А я врач, фитотерапевт, диетолог, натуропат Борис Скачко. Автор сотен видео в интернете. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть книг заказать и купить через интернет можно. А сегодня решил продолжить серию видео, что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже. А также рассказать еще некоторые нюансы, как лечиться, вылечиться и жить без болезней. И тема этого видео. Что делать, если у вас хрустит шея? Когда я опубликовал на своем канале видео, что будет, если хрустит шея? Либо если хрустеть шею? Это очень непростое занятие. Если у вас хрустит шея, то лучше ею не хрустеть. Иначе будет либо плохо, либо совсем плохо, когда медицинская помощь вам уже не понадобится. А вот что делать, если хрустит шея? Вы узнаете в этом видео. А также бесплатным бонусом вы получите информацию, что делать, если хрустят пальцы рук, либо пальцы ног. Это взаимосвязанные состояния. Их лечить нужно одновременно. Потому что основная причина, она чаще всего одна. А также еще одним бесплатным бонусом вы узнаете, что делать, если хрустят суставы. Потому как неизменное следствие этого процесса – это артроз сустава. Спросите у своих родственников, у кого есть артроз, а был ли у них хруст перед этим. Чаще всего скажут – да, хрустели суставчики регулярно. Вот теперь хожу – болят суставы. И вот чтобы как можно позже попасть в эту ситуацию, смотрите видео дальше. Я попробую рассказать вам, как простыми средствами в домашних условиях избавиться от хруста в суставах. И предупредить такую не самую благоприятную перспективу. Очень часто для того, чтобы избавиться от хруста в суставах, советуют просто пить больше воды. Мол, ваше тело просит воды. Вы пьете больше воды, суставы получают полноценное питание. И хруст в суставах исчезает. Только в том случае, если до этого события, иными словами, прежде чем увеличить количество воды в своем рационе, у вас уже было правильное сбалансированное питание с приемом пищи не меньше, чем 4-5 раз в день. И в этом случае, действительно употребляя больше воды, вы снижаете вязкость крови. И это питание, наконец, досталось вашим суставам. Если же вы пьете воду, а рацион питания и режим питания у вас остались прежними, иными словами, вы сам себе диетолог, то большой вопрос. А какое же питание получают ваши суставы? Если вы только пьете больше воды. Поэтому таким способом можно избавиться от хруста в суставах. Но если есть хруст в суставах, как правило, у вас уже может быть в суставах артроз на первой стадии. Это не опасное состояние. Это предупреждение о том, что проблемы у вас назревают. Если же вы просто пьете воду, хруст в суставах у вас исчез. Что вы делаете? Вы увеличиваете нагрузку. И нагрузка на суставы. Если вы питание не улучшили, то с наибольшей вероятностью у вас со временем будет проявляться боль в суставах. Иными словами, вы уже переходите во вторую, либо даже в третью стадию артроза. Эти состояния также обратимы, но вы уже близки к четвертой стадии под названием анкилоз суставов. Поэтому можно пить больше воды. И вы понимаете, какую перспективу вы себе можете обеспечить. Более того, если вы не знаете, как правильно пить воду на протяжении дня, а именно, как правильно пить воду утром натощак, как правильно пить воду перед едой, во время еды, после еды, между приемом пищи, вечером перед сном, ночью, перед физическими нагрузками, во время нагрузок, после физических нагрузок, детям, пожилым людям, женщинам, мужчинам масса особенностей есть по правильному потреблению воды, то с наибольшей вероятностью, увеличивая просто количество воды в своем рационе, вы свое здоровье будете, мягко выражаясь, ухудшать. Если пьете вдока воды, то, конечно, номер один будет страдать сердечно-сосудистой системой, которая вынуждена перекачивать более значительное количество воды. Поэтому можно идти бороться с хрустом суставов. Таким путем, но я бы советовал все-таки обеспечить правильное питание своих суставов. И как, на мой взгляд, лучше это сделать, вы узнаете прямо сейчас. Общеизвестно, что основные компоненты, необходимые для правильного питания хрящевой ткани, хондроэтин и глюкозамин. Когда этих важных веществ не хватает, хруст суставов появляется. И на этом этапе не существенно. Вас больше интересует, как избавиться от хрустов шеи. Да, это опасная тема. Более опасная, чем если у вас хрустят коленные суставы. А также, возможно, вы хотите избавиться от хруста в суставах рук, либо ног. С наибольшей вероятностью у вас либо слишком мало продуктов животного происхождения в рационе, а пища животного происхождения это основной поставщик хондроэтина и глюкозамина в организм. Либо у вас очень слабо работает пищеварительная система и печень, и ваши суставы вынуждены попали на достаточно скромную диету, и хруст суставов проявился. И основных путей выхода из проблемы, как избавиться от хруста в суставах, их два. Более трудоемкий путь. Нужно оценить возможности вашей пищеварительной системы и печени, в соответствии с которыми скорректируют режим и рацион питания. И по мере того, как будет восстанавливаться эта система, хруст суставов будет уменьшаться. В данном случае хруст суставов будет индикатором того, насколько правильно вы используете теперь свою пищеварительную систему и печень для обеспечения правильной диеты, правильного питания суставов, ну и заодно организма в целом. Чтобы быстрее избавиться от хруста в суставах, вам нужно купить хондроитин и люкозамин. Большинство препаратов, которые содержат хондроитин и люкозамин, не усиливают до должной мере работу пищеварительной системы печени. Иными словами, вы постоянно применяете эти препараты и только часть из них достается вашим суставам. Поэтому я бы советовал вам применить комплексный продукт, произведенный в Германии гель на основе алоэ под названием Freedom. Он также содержит хондроитин, люкозамин, а также гидролизатского гена. Собственно, гель алоэ, а содержание 88% способствует усилению работы пищеварительной системы печени. Иными словами, вы все лучше и лучше перевариваете и усваиваете продукты животного происхождения и все более правильное питание получают ваши суставы. А знак качества международный, я бы сказал, знак качества от института Фрезениус говорит о том, что этот продукт можно использовать без опаски. Если же у вас давно хрустят суставы, возможно, у вас не лучшим образом работает сердечно-сосудистая система. И та же компания с тем же знаком от института Фрезениус предлагает еще один продукт с экстрактом крапивы. Усиливается работа сердечно-сосудистой системы. И система доставки полезных питательных веществ для ваших суставов также усиливается. Иными словами, пока вы сам себе диетолог, ответ на вопрос, что делать, если хрустит шея, принимайте простой, проверенный, эффективный комплекс, дайте правильное питание вашему суставу и более правильное питание организму в целом. Но, если вы искали, как избавиться от хруста в шее, а у вас периодически, появляются то страхи, то тревоги, то депрессия, то панические атаки, иными словами, у вас присутствует вегетососудистая дистония, то на что указывает хруст в шее? Он указывает, что недостаточно питания получают хрящи в шейном отделе позвоночника. Иными словами, аналогичное недостаточное питание получают и клетки вашего мозга. Почему и появляются то страхи, то тревоги, то нехватка воды, то нехватка воздуха, то панические атаки, то вы попадаете в депрессию разного уровня и в разные сезоны года. И что вам нужно делать? Хруст в суставах, да, это неприятная ситуация, но вам нужно обеспечить правильным питанием свой мозг. Аналогично при вегетососудистой дистонии, когда вы ищете, как избавиться от хруста в суставах кисти, как избавиться от хруста в суставах ног, примерно то же самое, такая же скромная диета обеспечена и клеткам, находящимся в дистальных отделах вашего организма. Иными словами, кисть недополучает правильное питание, потому и хруст появился. Но, пока вы боретесь с хрустом в суставах, задайте себе вопрос, а почему не может ваша сердечно-сосудистая система доставить все полезное в эту область? А потому что сопротивление кровотоку здесь достаточно большое, а мощности сердца не хватает. А система регуляции не может найти иное решение, кроме как отправить кровь по шунту в области кисти. Есть шунты, кровь доходит до запястья и возвращается обратно. То же самое происходит в суставах ног. Ее централизация кровообращения, иными словами, ваш организм не может весь организм обеспечить правильным питанием. Обеспечивает только центральные его области. Периферия остается на голодном пайке, на скромной диете. Поэтому, для того, чтобы решить эту более сложную задачу, этот комплекс может частично вам помочь. Да, гель-фридом улучшает движение, благодаря тому, что снижается трение в суставах. при движении. Вам вашему сердцу, вашим сосудам нужно меньше напрягаться, чтобы обеспечить вам тот уровень физической активности, который у вас есть. Но! Меньше это не значит лучше. Да, экстракт крапивы улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Но! Систему регуляции на систему регуляции он влияет в меньшей степени. А вам нужно отрегулировать систему регуляции. Нервно-эндокринная система регуляции должна лучше управлять работой вашего организма. А это более серьезная задача. И решить ее в этом видео будет достаточно сложно. Но же совершенно иной комплекс. И об этом вы узнаете в одном из следующих видео на моих каналах. На этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моих каналах словами «Крепкого вам здоровья» и «Разумного к нему отношения». А пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео не забудьте поставить на него лайк. Если вам нужны эти продукты со скидками пишите в почту которую вы видите на экране. Я постараюсь максимально оперативно на ваши письма реагировать. До новых встреч на моих каналах «Доктор Скачко» и «Школа Доктор Скачко».